Ахуй, друзья! Я Макс Морель, добро пожаловать на канал Велосклад. Надеюсь, вы успели насладиться этим шикарным видом, потому что оставшуюся часть ролика вам придется смотреть на вот это вот веселое лицо, которое будет закрывать добрую часть экрана. Поэтому делайте вкусненькую форель, готовьте шикарный винчик, потому что, насколько я знаю, рыба хорошо идет с вином. Если ты алкорайдер, по-моему, очень много фиксеров-алкорайдеров, если не все фиксеры-алкорайдеры, но когда ты катаешься натурально без тормозов и тормозишь только скидингом, ну тут, конечно, грех не забухать. Как ты понял из названия ролика, мы сегодня говорим о дорогих велосипедах. Мифы, которые окружают эти байки. Ты думаешь, что ты сейчас заплатишь так нормально бабосиков, и вот оно, счастье, у тебя тот самый велосипед. Нет, запомните аксиому. Сколько бы бабок вы не ввалили в байк, всегда найдется 50 человек, которые скажут, что у тебя аша. Итак, какая основная задача у новичка, который покупает себе велосипед? Ну, пусть даже и не у новичка, но у хорошего такого любителя, который смотрит вперед. У них задачи-то все равно одинаковые. Это получить удовольствие от катания и физически какие-то развития получить. Ну, так или иначе, даже если люди катаются прогулочными на велосипедах, они все равно говорят о какой-то физической подготовке, которая так или иначе сопровождает любую покатушку. На самом деле нет. Ну, допустим, не будем разочаровывать тех толстячков, которые думают, что проехав там добрую десятку километров в неделю, они избавятся от пуза. Если ты из этих, то посмотри мой ролик о том, почему нельзя похудеть, катаясь на велосипеде. Ну, чтобы тебе немножечко так подсластить пилюлю, скажу, что это целый комплекс мер, которых нужно соблюдать, чтобы достичь результата. А так, просто крутя педали, ну, ты просто как-то что-то там пытаешься держать свое тело в тонусе. Все равно придет зима, все равно ты не будешь продолжать делать эти нагрузки. И зимой человек еще начинает активнее кушать, жиром запасаться. Ладно, не будем отходить от темы. Я не просто так с телефоном. Дело в том, что я нашел интересную статейку. Давайте зачитаем. При езде дополнительные сотни грамм веса имеют решающее значение в доле секунд для гонщиков, которые на длительных дистанциях борются за первенство. Для любителей здорового образа жизни и просто покататься с фитерком разница в один килограмм. При покупке позже все равно будет нивелировано дополнительными обвесами, типа как бутылкой с водой, рюкзаком, подножкой, крылом и так далее. Но при этом идет непропорциональное увеличение стоимости велосипеда. Чем легче, тем дороже. Вес играет, играет большую роль. Если у человека есть действительно бабки на то, чтобы вложиться в байк, который мало весит, ну, как правило, если ты смотришь какую-то одну ценовую категорию, я, конечно, боюсь сейчас нанести на себя гнев подписчиков и очень хорошо разбирающихся людей, но из всего того контингента... Можно говорить про великие слова контингент? Из всего такого многообразия велосов, которые я успел потискать за свою долгую блогерскую карьеру аж в 7 лет, могу сказать, что, как правило, в одну и ту же стоимость велики весят примерно одинаково. Плюс-минус килограмм, который ты действительно хрен как почувствуешь. Но среди прочих выделяется байк марки Куб. Самое время написать, что Куб занес деньги, но мы будем сегодня говорить не только о нем, потому что кто только не заносил. Ну, конечно, такие красивые локации оплатить, а вы как думали? Так вот, как правило, Куб оказывается гораздо легче конкурентов в одном и том же ценовом сегменте. Как это работает? Возможно, возможно, я не проверял, но о Кубах идет как раз-таки миф, что они пластилиновые. И вот эта вот пластилиновая жизнь несчастных Кубов, которая их сопровождает, возможно, как раз-таки связана с тем, что Куб, когда ты его берешь, он все-таки легче. В чем это выражается для простого райдера, который действительно не занимается гонками, не занимается участием в любительских соревнованиях, в районных и вот это вот все. Выражается это в том, что байк просто быстрее набирает скорость. Ты меньше сил тратишь на то, чтобы разогнаться. И поскольку велик, он чаще всего связан, особенно в городском режиме, с остановками и разгонами, особенно в городском режиме, где там раз светофор, раз ребенок выскочил на велодорожку, раз мама с коляской идет, ей вообще по барабану ты тормозишь, ты разгоняешься. Это в принципе то, от чего людей бомбит, вот велосипедист вот этих мам, потому что да хрен бы с ним, оттормозился, дальше поехал. Но ведь тяжело набирать скорости. Вы посмотрите, кто больше всего на них бычет. Думаете, ребята, которые катаются на карбоновых Пинарелло? Ха, Пинарелло занес. Как бы не так. Им вообще пофигу. А он встал на педали, два раза крутанул и все. А ты, если ты купил Ашан, какой-нибудь российский бренд, там, Стелс, например, они особо не парятся. Им главное, чтобы велик был прочный, долго служил и, ну, по возможности, все-таки бы не ломался. Это уже хорошо. И в этом смысле сколько он весит? Вообще всем по барабану абсолютно. Потому что, как говорил чувак из Швина, по-моему, генеральный директор, давно еще, когда Джайант на них пахал и делал им беспалевую раму, они их продавали. Почему беспалевую? Потому что американцы на тот момент, они были очень патриотичны касаемо своей продукции. То есть, если японская тачка у соседа, то сосед идиот. Должен быть либо Dodge, либо Chevy, не знаю, но так или иначе. И вот под это дело Швины типа. А такие вот коренные американцы рамы, значит, покупали у Джайанта. Они весили дохренища. В то время Джайант как раз начал уже с колен подниматься и думать, да о чем, вроде норм, ребята, давайте свою линейку уже пилить. А Швины такие говорят, а нахрена нам париться насчет веса велосипеда? Вы же на нем катаете, вы же его не носите на себе. Там и Гарри Фишер подтянулся. Короче, у Швина все пошло по бороде. Так или иначе, люди поняли, что действительно легкий велосипед, это быстрый разгон, это маневренность, это элементарное бытовое удобство, которое так или иначе тоже новичку сыграет. Например, вес в один килограмм. Ну, как он для новичка может позитив сыграть? Элементарно. Вот вы живете в пятиэтажечке. Ну, допустим, не вы, но вот вы точно живете в пятиэтажечке. Скажем, где-нибудь в Люберцах вы живете в пятиэтажке. Мало того, что вы живете в Люберцах, привет, сосед, так ты еще и живешь в пятиэтажке. Что вы знаете о люберецких пятиэтажках? Что там нет лифта. И вот тем несчастным, кому посчастливилось жить все-таки на пятом этаже пятиэтажки в Люберцах, вот это вот каждый раз мотание туда-сюда велика с пятого этажа на первый, с первого на пятый. Ну, вы такие обычно пишите, так, нахрен там, я и на десятый этаж без лифта хожу, типа, нагрузка на ноги дополнительная, и я там прокачиваю. Да, хорошо, замечательно, что ты прокачиваешь свои квадры, молодец. Проблема пятиэтажек в том, что там очень-очень-очень-очень-очень узкие пролеты лестничные. Поэтому каждый раз, когда ты тарабанишь свой велик на пятый этаж, и спускаешь его на первый этаж, ты так или иначе цепляешь то педалями старушку-соседку, которая вышла на лестничную клетку, то колесом задел, блин, эту бетонную плиту, то там еще что-нибудь наставили, блин, тоже те же бабули каких-то там антресолика вот этого всего. Сколько раз ты долбил свой велик об это, а велик-то жалко, он был новый вообще-то, ты его за свои деньги купил. Ну, печально, печально. И в этом смысле любой лишний килограмм, который ты тягаешь на себе, он действительно серьезно ощущается. Бытовые вопросы для новичка мы будем рассматривать в обязательном порядке. Люди покупают себе велосипед получать удовольствие. И об этом почему-то не говорят другие люди. Все говорят там про спорт, про великие достижения. А как же обычные люди? Пофигу на технологии, пофигу на названия. Вам же проще будет его поднимать и спускать со своей родной пятиэтажечки. Большинство людей катается просто по равнине. Другое дело, новичок живет в горах, он уже примерно представляет, что его ждет. Вот эти вот все перепады высот, это вам придется преодолевать на колесах. Другой вопрос, что люди, которые живут в горах, они изначально катают в горах, даже на достаточно простеньких велосипедах, значительно лучше тех людей, которые могут на более продвинутых байках кататься в тех же самых горах. Рельеф местности, в которой вы живете, это так или иначе отождествляется с той физухой, которую вы имеете. Если мы говорим о спортсменах-профессионалах, то для того, чтобы хорошо себя чувствовать, ну более-менее нормально в горных этапах, они так или иначе совершают так называемые спортивные выезды. Они едут в местность, где есть вот эти вот необходимые перепады высот, они там тренируются, они дышат этим высокогорным воздухом, они привыкают к этому, но этого так или иначе слишком мало, для того, чтобы иметь действительно тот колоссальный мощный опыт, который позволяет европейцам в велосипедном спорте, если мы говорим там о каких-нибудь шоссейных покатушках, занимать серьезные места, брать серьезные награды. Так называемые горники, люди, которые могут фигачить в какие-нибудь затяжные перевалы очень долго и очень мощно, это действительно целое достижение. Ваша физуха, она будет связана с тем рельефом, на котором вы живете. Поэтому, если вы живете на равнине, вам нужен велосипед для катания по равнине. Если вы живете где-то рядом с каким-то интересным спотом, вам нужен действительно тогда велик для того, чтобы вы могли осваивать все эти съезжалки и вот эту вот всю прочую вот серьезную такую на иностранном языке вещь. Хотя почему-то вот люди очень не любят, когда вот говоришь какое-то иностранное слово, говоришь бизнес, говорят, что ты вот бизнес говоришь? Не бизнесмен, а деловой человек. Почему же вы называете тогда дропы там дропами? Рассматривать байк будем в цену тысяча-тысяча триста баксов. Вело-фетишисты посмеются над такой суммой. Сколько сейчас курс бакса-то? Рублей семьдесят? Если вам смешно, вы вело-фетишист. Итак, в этой ценовой категории байки устанавливают работающие амортизационные вилки. Взамен на ластомерных имитаторов на более дешевых моделях. Это очень важный фактор с точки зрения финансов и здравого смысла. Лучше сразу заплатить за нормальную амортизацию, чем мучиться и ждать, пока убьется имитатор. И только тогда поставить рабочий вариант. Мне нравится это слово «эмитация вилки», «эмулятор вилки». Вы что от вилки-то хотите? Вы хотите по умолчанию купить велик с хорошей вилкой? Это больше сотки точно. Не надо причем ждать, когда у тебя умрет имитатор. Что мешает тот же имитатор снять? Выставить его на авито? Я уверен, найдется миллион пятьсот людей, у которых уже этот имитатор сломался. И они просто хотят себе купить новый имитатор вилки. Ну, это же очевидно, да? Оно же долго, быстро убивается. Соответственно, если оно быстро убилось, это берешь, выкидываешь в чертовой матери, покупаешь такое же и ставишь. Потому что, ну, стоит недорого. Так выставите это на авито. Купите себе нормальную вилку. Просто заложите в бюджет на будущее вот эту вот прокачку вилки. Но вопрос в том, что вилка, как таковая, не принесет в вашу жизнь, если вы реально не соображаете, зачем это вам надо, чего-то такого бау-вау-вау. Вот, ну, просто вот, когда ты смотришь, как люди проверяют вилку. Ну, они берут такие, зажимают тормозы, такие чух-чух-чух. И говорят, что вилка мягкая. Плюшевая вилка у них, понимаешь? Вот плюшевая вилка. Зачем она должна быть плюшевой? Что за идиотизм? Кто тебе сказал, что вилка должна быть плюшевая? Уж если ты занимаешься вот этим вот выбором вилки, если мы говорим о нормальных вилках, да, то это либо это воздушка, либо это пружина масла. Ну, пружинное масло в идеальных условиях, когда идеально подобрана под тебя пружина, это вот такая вилка, но это уже другое, это уже другая премьер-лига, господа. В нашем случае это какой-нибудь более-менее нормальный, ну, хотя бы от того же маниту. Я понимаю, что маниту делает то, что с этим словом отлично рифмуется, но так или иначе, если это воздушка от маниту, ты можешь ее настроить нагнетанием воздуха в камеру. И вот если ты хочешь посмотреть, что вообще за амортизатор такой и каким он должен быть, я тебе открою одну маленькую истину, которую рассказывала всем братюням во время своего стрима. Поэтому, если ты не был на стриме, мы тебя глубоко сочувствуем, в следующий раз обязательно посмотри или посмотри записи, но я там говорю о том, о чем не говорю здесь. Но так и быть скажу, вилка не должна быть мягкой, она не должна быть плюшевая, ее, боже упаси, она не должна быть жесткой, а она должна быть упругая. Вот этим вот словом упругая описывается все, вообще вся работа вилки. Она должна быть упругая, как девичья грудь. Вот представь уши спаниеля и, ну, яблоко, например. Тебе вряд ли понравится ухо спаниеля, если ты, конечно, не хозяин спаниеля. Плохая аналогия. Давай еще раз. Когда-то давно, когда я еще увлекался радиомоделизмом, у нас в группе выкладывали видосик с работой амортизатора. Подсняли машинку, у которой были очень классно настроены амортизаторы. Вот что происходит с колесами. Они вот так вот прыгают под ней, а она едет ровно. Вот как должна работать вилка. В идеале. Это идеальная работа амортизатора, когда он настроен. Вот что происходит под тобой, а вот это ты. Правильная работа, которую ты сам настроил под себя, под свой вес. Это учитывается и вес твоего туловища, вес там той требухи, которую ты с собой берешь, чтобы оно все грамотно под тобой работало. Все это обозначается словом сег. О чем я тоже, кстати, рассказывал еще давным-давно. И, возможно, это не очень понятно было в картинках, в формулах, и кто-то сделал более понятные ролики. Но так или иначе, если ты собираешься брать себе вилку, прокачивать свой байк, ты собираешься вваливать деньги, почитай про сег, пойми как это. И потом ты подумаешь, а надо ли оно мне вообще? Когда ты прожимаешь вилку, если мы говорим о воздушках, спускай воздух там, чтобы она ходила мягко. Тебе нужна упругость, да, ты почувствуешь. Но ты должен понять, как ноги вилки ходят в штаны. То есть есть вот у вилки штаны, есть ноги. Это очень просто. И вот как бы нога, простите, не должно быть закусыванием. То есть когда у тебя, ладно, хрен с этой аналогией, когда у тебя идет нога в штанину, она должна ровно, нежно войти, так же нежно выйти. Ну, все как у людей. Это идеальный вариант. В неидеальном мире это все закусывается, не прожимается, не работает. Короче, забейте и больше никогда такого не делайте. А теперь резюмируем. Тебе надо новую вилку. Не надо. А знаешь, что тебе серьезно надо новое? Как только ты покупаешь велосипед, тебе надо купить нормальную резину. Ой, резина, которую там ставят. Не дай бог это кенда. Ну, про кенду вы все знаете. У меня она вечно рвется. Я не знаю, что я с ней не так делаю. Я, честное слово, не трогаю ее вообще. Она все равно дырявится, что бы я ни делал. Она дырявилась у меня на Сайлакс. Какой у меня был? 600. Она у меня дырявилась на Форварде. Она у меня дырявилась на Стелд. Где она толку не дырявилась? Люди, которые катают на кенде, говорят, что с жикарной резиной вообще никакой ничего не дыряются. Ну, ладно. Возможно, это со мной что-то не так. Но не только кенду ставят. Ставят какие-то ноунеймы. Какое-то там... Даже не хочу называть это, потому что это ужасно. И если ты хочешь реально кайфовых новых ощущений от вот этого велосипеда, который ты купил, тебе будут говорить, вилку бери, 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 монетки бери. Бери тормоза. Ты не ощутишь чего-то нового, покупая всю эту требуху. Плюс ее еще и ставить жестко и дорого и страшно и непонятно. Мы уже про вилки поговорили. С дерьмовой вилкой, с РСТ, с Антур, с какой угодно плохой вилкой, вы можете получить новые реально яркие ощущения от своего велосипеда. И в том числе ту заветную плюшевость, за которой вы гонитесь, желая поменять вилку, вы можете ее получить благодаря резине. Люди, которые смотрели мой канал, которые вот это вот все внимали, а потом все-таки действительно пошли и вбахали деньги. Ну, действительно, это не прикольно. Вот все люди идут там в вилку, там какие-то навороты, она еще в коробке какой-нибудь клевый может продаваться. А ты тут идешь, ну что-то какие-то резины у тебя, какая-то хрень. То есть вот нет такого, знаешь, кайфа, ты купил вот что-то, оно осязаемое, можно потрогать, повертеть, там, пожмякать, пока едешь в метро. А тут ты типа, ну, с резиной едешь такой, типа, капец, пацаны, я вот резину себе купил. А если ты посмотришь, сколько она стоит, там как хорошая, ну, не хорошая, ну, вообще, если хорошая резина, то там, в принципе, ее можно сравнить по цене и с вилкой в целом. Ну, плюс-минус. Короче, покупайте резину. Вот люди, которые это сделали, мне пишут, блин, Макс, я купил новую резину, я вообще велосипед не узнал. Вот это то, к чему вы стремитесь, тюняча несчастно свои велосипеды. К тому, чтобы получить новое ощущение. Новое ощущение – это новая резина. Это совершенно иной зацеп. Это совершенно иная амортизация. Ну, как это, как это вот новичку понять? Вот ты представь, вот ты ехал все время по одной и той же дороге. Ну, все равно ты там в гараж, допустим, велик ставишь, ты выезжаешь из гаража там, и выезжаешь потом из городка, там где-нибудь ты живешь, или из района. Ты уже едешь по одному и тому маршруту, в принципе. И ты уже видишь вот эти вот, а, вот трещина, здесь сейчас долбанет, а вон там ямка, я там... Ты едешь по этой знакомой, уже тебе трещина, и думаешь, сейчас долбанет. Не долбит. Как эта информация связана с велосипедом, который мы покупаем за дорого или за дешево? Элементарный миф о том, что на дорогом велосипеде будет, скорее всего, и дорогая резина, он 50-50, потому что на дорогих велосипедах не всегда стоит хорошая, качественная, дорогая резина. Например, на Сайлах 600 они поставили Кенду, которая продырявилась, причем несколько раз, на сотку она продырявилась пять раз. Это при том, что, да, она эксплуатировалась и продырявилась именно там, где очень много было вот этого вот так называемого резинового мусора. То есть это когда вы едете вдоль какого-то шоссе, так или иначе, вот велосипедисты в этом смысле, это самый рисковый чувак, который рискует своей резей. Именно там вот это вот всякие ошметки резиновые, вот эти вот какие-то заточенные кусочки металла, они все отлетают туда, на обочину, это вот эта бортовка, по которой мы едем. Поэтому если вы на каких-то там сликах, полусликах катаете, скорее всего, вы тоже будете дырявиться, но это от сликов зависит. Поэтому если вы там часто будете залипать на этих участках дорог, естественно, что вам нужна нормальная резина, которая это все хорошо вынесет, вытащит вот это вот все. И в этом смысле, конечно, у дорогих байков в других комплектациях есть хорошая резина. Ощущение от того, что вы можете велик закладывать в поворотах, даже в мокрую погоду, даже, например, на асфальте, даже когда он пыльный, что самое вообще страшное, если особенно вы катаете шоссе. То есть это вот то, где вы просто можете полететь, сорваться с дуги, упасть, разгомачиться. Я так однажды чуть не улетел под тачку, потому что так нормально закладывал, чувствовал, что резина держит, 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 а потом раз, немножечко мокрый участок, там немножечко песка, и все, и велик полетел. После этого тот же самый участок проходил на Мишленах, вообще идеально, причем скорости, может быть, даже были и повыше. Идеально. То есть резина – это то, что сопровождает все-таки нормальный велосипед. Хотите прокачивать – качайте нормально, прокачивайте нормально. Не надо вам этих вилок дурацких, сэкономите бабки, купите резю. Плюс, вот ты купил себе велик, вот ты прокачал на нем вилку, старую выбросил, хорошо, молодец, окей. На следующий сезон ты понял, блин, а мне нужен новый велик. А тебе уже насоветовали, купи вилку вот сюда, смотри, какая классная вилка. Ты ее уже купил, что ты будешь делать? Ты будешь ее снимать, докупать обратно новую вилку. Или нет, еще лучше, ты на антресольку старую положишь до лучших времен. Если через сезон ты поймешь, что нет, что-то байк там этой фирмы меня не устраивает, я хочу чуть-чуть получше, а у тебя уже тут вилка протюнингована. Ну, хорошо, на антресольке лежала старая, старую снимаешь, ставишь с антресольки, значит, ставишь велик, из велика вынимаешь новую. На будущее, ну, короче, это дикий геморр. Резину ты снял, и вообще никаких проблем. Резина тебе пригодится и на следующем велосипеде. И тут, кстати, статья плавно переходит к тем же мыслям, которые я излагаю. Смотрите. На более бюджетных моделях много точек экономии, на которых производитель оптимизирует расходы. Естественно, это логика. К счастью, чаще всего в результате этой экономии сохраняется какое-никакое качество. Они чаще всего стараются по стоимости компонентов и по стоимости рамы быть примерно вот на середняке сейчас. Раньше они как-то особо не старались. Они могли поставить какой-нибудь топовый переключатель и совмещать его с какими-то монетками самого низшего уровня. Такое было. Сзади XT, а монетки у тебя какие-нибудь там Оливио. Ну, понятно, что Оливио еще более-менее норм, но все равно с XT, да лучше все в Оливио развести, потому что, ну, когда создают тот или иной группсет, так или иначе, производитель думает о том, чтобы он работал друг с другом хорошо. Но это не Шимана ставит на велосипед вот эту комплектацию, а непосредственно та фирма, которая комплектует свои байки вот этими вот компонентами. Возможно, есть какие-то рекомендации, но это чисто их вообще затея. То есть, когда вы видите там велосипед, и у него сзади переключатель топ, а монетка унылая вообще, страшная и вообще непонятная, самая дешманская, которую вам в перспективе-то и придется поменять, а это делается, ну, так-то посложнее с точки зрения технической части, чем просто задний переклюк махнуть, особенно для новичка. Вес компонентов и их эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего. Ну, это вот, когда вы берете дешманский велосипед. Например, резина, вот, то, о чем мы с вами говорили. В бюджетном сегменте на велосипед ставят весьма тяжелые и дешевые покрышки, которые плохо катят и плохо гребут. Они быстро стираются, легко прокалываются, по-хорошему должны быть заменены на более продвинутые варианты. Практически на что ни взглянив в дешевом велосипеде, там обязательно будет компромисс между ценой, весом и качеством. И это то же самое, что касается колес. Мне нравится, что в этой статье это упоминается. Обода, втулки, каретка, педали. Педали выкинем, каретку тоже. Сейчас нас интересуют конкретно обода. Вот еще вам пример интересного грамотного тюнинга. Во-первых, прежде чем в принципе как-то тюнячить велосипед, если вы дешевый берете, а не дорогой, где все уже есть. Это вот миф о том, что в дорогом велосипеде уже изначально все клево. Относительно, относительно. То есть, да, там компоненты будут, конечно, покруче, чем у байка, значительно ниже, там 20 даже тысяч, если вам будет дешевле. Там навеска будет все равно лучше. Но навеска это не только переключатель, это не только вилка, это колеса. И колеса сейчас играют какую роль для нас? В нашем понимании колеса, это именно то, что также позволяет велосипеду быстро разгоняться. Я писал статью на Дзен о том, как вес колеса влияет на разгон. Влияет конкретно. Прикол в том, что чем дальше от втулки до непосредственно обода, тем тяжелее его раскрутить. Но это логично. Но при этом, если обод сам будет тяжелый, а втулка, например, легкая, то раскручивать все равно будет тяжело. А вот если обод легкий, а втулка тяжелая, то раскрутить будет колесо гораздо проще. Отсюда вытекает такое вот интересное предложение вам по тюнингу. Это взять и поменять ни вилку, ни переключатели, ничего, а вообще колеса в сборе. И в этом смысле у вас есть реальный перспектив. Во-первых, вы новые колеса на новой неюзанной резине сможете в целом в какую-то нормальную денежку как-то там спокойненько на авито слить. Это хорошее будет предложение, я уверен, и по деньгам, и в принципе лот будет довольно прикольный. Вы вручаете определенную сумму, определенный процент от вашей будущей покупки. И покупаете колеса. Колеса это действительно дорогая часть велосипеда. Но если вы покупали велосипед из дешевого сегмента, но с крутой рамой, то перспектива ее прокачать как раз-таки есть. Это лучше, чем просто собирать тупо что-то себе, вот байк мечты на какой-то мега крутой раме. Потому что тебе это надо на чем-то катать, а у тебя на антресольке лежит колесо, там карбовынос, еще втулка идет с Али, еще там открыл диспут с продавцом, потому что он зажал бабло и так и не шлет тебе нормальную каретку. И вот этот велмечты, ну первые два месяца тебя радует идея, что ой, я вот это возьму, я вот это возьму. А деньги вот так вот уходят. Велика нет, кататься не на чем. Прошел один сезон, второй сезон, велика до сих пор нет. Там все еще какой-то конструктор, это все на антресольке лежит, пылится. Поэтому ты покупаешь раму своей мечты на самом дешманском навесном оборудовании, которое ты только можешь найти. Самое главное, чтобы рама была либо с минимальным пробегом, либо вообще без пробега. И вот катаешься уже, уже катаешься, уже кайфуешь-то этой геометрии. Вот она дорогая твоему сердцу надпись на велосипеде, и ты получаешь кайфы от того, что геометрия, это, кстати, она же тоже очень сильно влияет на те ощущения, которые ты можешь получить. Это, ну, как сравнить с обувью. Идеальный вариант сравнить с обувью. Вот ты надеваешь кроссовки, они тебе чуть-чуть там где-то жмут, пятка вываливается, а надеваешь и просто пау, как влитой. И когда ты садишься в байк, в котором ты как влитой, ты получаешь такое удовольствие. Ты меньше устаешь, ты больше акцентируешь внимание на технику свою, чем на то, как там усесть, ты тут шея затекла, руки болят, жопа устала. Это значит, что что-то здесь не то. Да, конечно, у новичка могут затекать и руки, и колени болеть, и это вот все, это неправильные посадки, и куча еще факторов, но основной фактор это геометрия. И вот эта вот волшебная геометрия, может быть, тебе пока это ни о чем не будет говорить. Но послушай старших и возьми себе хорошую топовую раму с хорошей геометрией. Ты в будущем потом покатаешься на каком-нибудь прокатном велике, сравнишь и сядешь на свой, подумаешь, как хорошо, слава богу. И вот колеса. Это дорогое удовольствие, но колеса сделают твой байк быстрее. Если ты купишь хорошие легкие обода, в сочетании с хорошей резиной, которая тоже, если будет легкой, а вот на самом деле, вот эти вот покрышки, казалось бы, да, что там резина, там дохрена веса на самом деле. Если это дубовое нечто, вот ты поднимаешь, ну нормально так весит. Тебе это еще возить на своих колесах? Зачем? Поэтому берешь нормальные колеса в сборе. Как правило, если взять колесо в сборе, да, на том же БУ рынке, можно найти очень хорошее предложение от таких же ребят, которые взяли там что-то крутое, топовое, но колеса их в какой-то степени не устроили, они там, не знаю, проехали 100 километров и сливают их. И у тебя есть вариант взять хорошие колеса на плоских спицах. То есть это еще и аэродинамика, аэродинамика колеса, я об этом тоже буду писать на Дзене, она так или иначе влияет на то, как ты себя будешь чувствовать на этом велосипеде. И когда ты катаешься с другом, видишь, что он уже такой устал, а ты едешь так легко, хорошо, комфортно, думаешь, не, ну, конечно, физуха решает, но велик-то он помогает, тоже так не слабо. Поэтому обращайте внимание на то, что действительно важно. В любом случае, помимо рабочей вилки, хорошей резины и прочего, будет установлена трансмиссия. И переключение окажется ощутимо четче, чем солянка из начальных групп механики, как на бюджетных великах. Короче, четкость, да, здесь мне нравится, что здесь пишут тоже, что четкость – субъективный фактор. Действительно, это вот по ощущениям, как вот вечная борьба, что лучше с шаманом или с рамом, одно там четче, одно речище, другое мягче. Короче, это все вам не нужно. Четкость и другие субъективные факторы – это нюансы, я всегда об этом говорю, но в целом из этих нюансов складывается ощущение откатания. Когда все идеально переключается, монетка аккуратно щелкает, переключатели мягко перебрасывают цепь по звездам, получаешь удовольствие от самого процесса езды. Я объясню вообще, для чего нужна трансмиссия, которая работает бесперебойно. И, скорее всего, на первых начальных этапах она вам нафиг не нужна. Вот в идеале, если бы мы хотели купить с нуля байк мечты и сделать так, чтобы вот вся эта сумма ушла вот в максимально хорошую навеску там-там выборочно, и где осталось там, ну, что могли навесили, мы бы, конечно, хотели бы байк на легких колесах с максимально дешманской вилкой, с максимально дешманской трансмиссией. Потому что трансмиссию и вилку вы будете прокачивать так или иначе. Во-первых, все об этом вам скажут в первый же день. Во-вторых, вы захотите себе клевый переклюк. Во-третьих, вы захотите себе монетку симпатичную. Это так или иначе связано с тем, как это выглядит. Ну, то есть, да, мы уже говорили о том, что ты просто берешь резину, это просто вот кусок резины скрученный какой-то там оберткой. То есть кайфа от покупки нет. Ты деньги занес, и ты хочешь кайф прям. Когда поедешь, конечно, кайф будет. Ну, вот это вот ощущение, что, ой, вот купил что-то прикольненькое такое в коробочке, такой достал, покрутил. Ммм, няшка. Сфоткать, опять же, ВКонтакте, проще будет целую коробочку там на столе, прибрался в кое-то веке, дошираки свои убрал, поставил красивый переключатель в коробочке, такой сфоткал, типа тюнячки пришли, хэштеги там, шимана или там, или чем ты там увлекаешься, срамом, и вот это вот все. Короче, почему человеку любительского уровня нужна просто трансмиссия? Для того, чтобы эта трансмиссия просто работала. А теперь про переключение. Вам не нужна четкость. Поверьте мне, любому спортсмену, даже серьезному, четкость вот эта вот, она не нужна. Знаете, что им нужно? Им нужно, чтобы передачи быстро срабатывали, быстро реагировали на их движение, как в одну, так и в другую сторону, чтобы вот это переключение было не то, чтобы четким, а расторопным. Это самое главное. Да, пусть оно там немножечко где-то съезжает, так или иначе, это проблема эксплуатации. Когда компоненты наедаются песка, земли, грязи, мокрые, они начинают хреновенько работать. Да, приятно, щелкнул, переключилось, на новых компонентах это будет 100%. Чтобы сохранять вот это вот ощущение нового переключения передач, ну, вам просто почаще придется сидеть, то всю музыку смазывать и вычищать от грязи. Если вы лентяй, и только ради этого вы хотите себе четкое переключение на постоянной основе, ну, конечно, вам надо прям ультра-мега-топ. Как работают вообще передачи? Зачем вот это вот все нужно людям? Вот представьте себе трассу с серьезным таким вот уклоном. Ты должен с резкого спуска уйти, на нем разогнаться в максималку, а потом резко вкрутить наверх. Получается, что тебе нужно с повышенной передачи быстро переключиться на понижайку и сделать так, чтобы ты не встрял где-нибудь на серединке вот этой вот крутой горки. Такой участок есть в Чулково. Есть такая горочка, с которой надо резко скрутить и в нее закрутить. И здесь как раз-таки проявляются вот эти вот четкие, но я бы их все-таки назвал расторопное переключение передач. Так или иначе, цепь все равно куда-то ляжет. Да, она может там похрустеть, но вам самое главное преодолеть быстренько этот подъем. Если мы говорим о дешманском оборудовании, если мы говорим о про, им тоже важно расторопно, чтобы это все быстро ушло туда, потом ушло обратно, ну вот движение переключателя влево, вправо. И вот эта вот расторопность может повлиять на то, окажетесь ли вы на этой горке или вы окажетесь вот в этой яме. Потому что тупо вот это вот все переключение, оно не успело. И действительно, дешман, он не успеет так быстро среагировать. Я вам даже больше скажу. Иногда, катаясь на своем велосипеде, если мне нужно где-то очень быстро проходить какие-то участки, да, по равнине, но это все равно повороты, 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 масса. И небольшие горочки, которые нужно преодолеть, а потом вернуться на ту передачу, на которой ты был. Я даже не щелкаю. Я просто на своем переключателе с рам ГХ, я просто пальцем большим довожу рычажок до того момента, как переключится передача, потому что нам не нужна либо повышенная, либо пониженная буквально на два вращения педалями, а потом возвращая обратно. У меня есть такие участки. Вот что мне нужно, чтобы это за долю секунды происходило. Вот эта вот скорость переключения, это то, что надо. Как она там четко, не четко, мне это так сильно, уж прям не важно. Два витка. Конечно, если вы будете в натяг фигачить передачи, если они у вас неровно ложатся, конечно цепь там в натяг, она ложится прям вот на этот вот штыречек, на вот этот вот зубчик, на ваши несчастные звездочки, начинается вот этот кромсань, вот эти щелчки, да, об этом мы не говорим, потому что все переключения передачи не происходят на не в натяг, на расслабленной цепи. То есть разогнал быстро, перекинул, не в натяг, и дальше идешь уже там немножечко в натяг. То есть это все равно надо сохранять, вот этот баланс. Тебе это нужно сейчас на данном этапе? Скорее всего нет. Если ты берешь велик для соревнований, да, тебе это нужно. А если ты берешь велик, ну, покататься, но с комфортом, с кайфом, колеса, 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 потом хорошая вилка, потом трансмиссия. Сейчас трансмиссия, она в любом случае новая, она в любом случае походит, ну, сезона 2, да, она тебе полюбит голову после дождевых покатушек, да, ее просто там подстраивать, ну, что ты криворукий, что ли, вес велосипеда. Два велосипеда с похожими рамами, например, из стали, могут значительно отличаться по весу. Это правда. Во-первых, разные марки одного и того же металла имеют разные физические свойства, в том числе и вес. Во-вторых, технология производства играет большую роль. Тесты показали, что нагрузки на раму неравномерные. Максимальное напряжение образуется на концах труб, в местах сварки. Минимальное в центре. Крупные производители пошли по пути использования ботированных труб с большой толщиной стенок на концах и меньшей в середине, что позволило уменьшить вес рам. Производство таких труб более дорогое. И, к слову, про баттинг. Я тоже снимал отдельный ролик. Обязательно его посмотрите. Я там наглядно иллюстрировал, что такое баттинг, как это работает, зачем это нужно. Но про итоговый вес велосипеда мы уже с вами говорили в начале. Гораздо выгоднее покупать дорогой велосипед, если вы собираетесь сделать из него байк своей мечты, с рамой более высокого уровня. То есть, есть так или иначе бренды. Так или иначе бренды отличаются друг от друга. Так или иначе эти бренды по-разному стоят. Есть российские там, есть новичковские, совсем простые, есть зарубежные какие-то, известные, менее известные, более крутые, менее крутые. У них еще, у самих брендов, есть свои, как бы подразделения, скажем, более дорогие и более доступные. Ну, как там Ауди, например, и Шкода. Такое есть и в мире велосипедов. В этом смысле самым правильным решением будет взять все-таки хороший бренд. Ну, во-первых, вы получите уважение везде, на форумах, в пабликах, на тусовках, у фонтана, если вы, алкорайдеры, просто любите попить пивко, прокачать велик, поговорить о вилках, о втулках, почему бы, почему бы и нет. Вот если вы, в принципе, из этих, то, конечно же, топ-рама. Даже если вы не из этих, но хотите какую-то перспективу, это все равно топ-рама. Миф заключается в том, что у велосипедов топа уровня есть некая пожизненная гарантия на раму. Действительно, миф этот является реальным. Есть пожизненная гарантия на раму. Например, на раму Track, например, на раму Giant. Они дают пожизненную гарантию. Это очень хорошая, перспективная вещь. Значит, если с вашей рамой что-то случится в период ее эксплуатации, если будет установлено, что действительно эксплуатация шла надлежащим образом, ну, то есть, это значит, что вы не били рамой об дерево, хотя хорошую раму ударами об дерево вряд ли поломаешь. Не кидали в ванну азота, а потом, не знаю, в горячую ванну и смотрели, как она себя поведет. Если этого всего не было, то в случае какого-то брака, каких-то поломок вам все компенсируют. Ну, и как правило, топовые бренды, они не хотят, чтобы форсились где-то активные фотки с их поломанными рамами, с оторванными стаканами, потому что от этого очень тяжело потом отмыться. Все говорят, да, у нее ж стакан вырывает, да, она ж там хрупкая, или пластилиновая, как рама у Куба. Когда ты приходишь в какой-нибудь велорынок условный в Москве, в Сокольниках, и тебе продавец с таким умным видом говорит, что Куб? Да, слушай, я там столько оторванных стаканов видел, что мы взяли эти все стаканы, открыли бар, назвали его Куб, и там все пили из этих стаканов. Ну, такое себе. Может быть, там где-то рядом открылся бар Кона, где тоже пили из стаканов. Хо-хо-хо! Невозможно говорить о Коне, а не говорить о ее стаканах. Ну, как и так или иначе, видите, отмываться от этого тяжело, хотя история довольно-таки старая. Поэтому, когда вы берете раму топового бренда, вы уверены в том, что там использовались максимально крутые технологии. Они создавались не просто так. Это, как правило, более дешевые бренды, у которых нет своего конструкторского бюро. Они могут закупить технологии у кого-нибудь, может быть, даже у топовых чуваков, но эти технологии будут довольно-таки старые, потому что свои, ну, крутые топовые наработки никто продавать там за бесценок не будет, чтобы не плодить вот эти вот копипасты, во-первых, во-вторых, они в это очень много вкладывают. То есть, они не просто там нарисовали раму, они подумали, того-того-того. Посмотрели, как это эксплуатировалось или как это работало на соревнованиях. Про райдеры, опять же, подсказывали, там, здесь неудобно, здесь плохо, здесь там нет динамики. И они, исходя из этой информации, начинают пилить новую геометрию, разрабатывать. Инженеры сидят, думают, где будет максимальная нагрузка, там, где усилить, где это. Потом это все надо тестировать. Потом, когда это все прошло тесты, и вроде там ничего не ломается, и вроде все хорошо и прочно, нужно отдать про райдерам. Если про райдеры хорошо на этом катаются, это замечательно. Если про райдеры еще и какие-то соревнования выиграют, какие-то медали привозят, какие-то кубки, это замечательно. Вот, смотрите, чувак на этой раме выиграл гонку. Все сразу хотят эту раму. Ну, все, у кого деньги есть, понятное дело. Остальные сидят и что на эту раму делают? Естественно, любуются. И вот, вы, как бы, становитесь частью всего этого. То есть, вы выбрали себе не просто бренд, вы, как бы, выбрали семью, в которой вы будете в дальнейшем жить. И, да, может быть, вы даже будете с кем-то так перекликиваться, когда увидите, что у чувака рама такая же, как у вас. Ну, хотя бы того же производителя. И вы получаете все эти наработки, весь этот опыт, и все это у вас между ног. Ну, круто же. И после этого, катаясь в течение сезона, не ожидая, когда у тебя там что-то сломается. Зачем ждать, когда что-то сломается? И тюнячить, если ты конкретно знаешь, что этот компонент тебе принесет. Кроме удачи, конечно же. Ты тюнячишь. Хорошо, если на это есть деньги, но деньги надо копить так или иначе. А сейчас все так дорого стоит и так тяжело достается, что это вопрос уже такой, довольно-таки серьезный. Поэтому тюнячить байк, не имея байка, собирая его туда, на антресольку, такое себе. Лучше купить дорогой велосипед и сделать его еще дороже. Это мой вам совет. Но самый лучший совет, который я могу вам дать, просто купите себе велосипед, который вам нравится. Потому что велосипед, который нравится, это лучшие велосипеды, которые тебе насоветовали. Ты так или иначе, уходя из гаража или оставляя его на балконе, глядишь на него, оборачиваешься. Если ты оборачиваешься на свой велосипед, это тот велосипед, который тебе нужен. Если ты не хочешь на него оглянуться, скорее всего, ты его продашь. Сколько у меня таких историй в ЛС, Макс купил велосипед, продал, мне не зашло. Ну, потому что наслушались всяких. А им еще говорят, да прокачаешь, нормально. А зачем прокачивать то, что тебе в принципе не нравится? Ради геометрии, ради лайков, ради фана. Ведь все равно так или иначе все сводится к простой истине. Когда ты покупаешь себе велосипед, ты хочешь фана, удовольствия, ярких впечатлений, эмоционального заряда, чувства свободы, скорости и приятного ветра в лицо. Обязательно подпишись на этот канал и сделай репост в своих соцсетях. Покажи другим братюням, может быть, они не согласны, может быть, возникнет какая-то интересная дискуссия, может быть, я в чем-то не прав. Ставь твои лайки, твои подписки и жмяканье этого долбанного колокольчика. Это то, что заставляет нас делать YouTube, заставляет вас упрашивать делать эту фигню. Иначе он не хочет продвигать видосы, ну, вы сами видите. Нажмите на все эти кнопочки, подпишитесь. Я Макс Моррель, канал «Васклад». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok